Русские новости Хотел бы для начала отреагировать на тот поток негатива, который посыпался на меня в связи с последним моим роликом Он разоблачал предательство, с одной стороны, очевидное уже всем Владимира Путина и его команды национальных и государственных интересов России А с другой стороны, предательство руководства КПРФ И вот я вижу, что те люди, которые пишут мне комментарии, во-первых, мало чем отличаются от кремлеботов Хотя вроде бы выступают в поддержку грудины и против режима По стилю мышления, по наглости, подлости и грубости высказываний в мой адрес Конечно, все эти люди мной убраны из тех, кому предоставлено право что-либо комментировать И впредь такие люди будут удаляться раз и навсегда Ни один комментарий, который я сочету подлым, неразумным или каким-то образом затрагивающим интересы русского народа Не будет оставлен под моими видеороликами, сколько бы там кремлеботов или других ботов не пришло Я констатирую, что предательство со стороны Путина и предательство со стороны Зюганова и его сторонников Носят системный интегрированный характер Обе структуры, условно Единая Россия или коллективный Путин Включают в себя также и манипуляции, которые используют сторонников КПРФ И многих сторонников Павла Грудинина Которые перестают понимать, что поддержка кандидата всегда должна быть условной И определяется его верностью тем обязательствам, которые он взял перед избирателями Избирателями Грудинина являются далеко не только левоки, левые, сторонники КПРФ, леволиберальные какие-то круги Но и национал-патриоты, которые сыграли решающую роль в выдвижении Павла Грудинина В формировании его команды и его программы То, что вы слышите, 20 шагов Грудинина Это материал, который написан в краткой форме На основе программы, которая была разработана в недрах НПСР И согласована с переговорщиками из КПРФ Как приемлемая программа Это не программа КПРФ Еще раз подчеркиваю, это не программа КПРФ А это документы, разработанные национал-патриотами Поэтому мы и рассматриваем Павла Грудинина Как представителя национально-патриотических сил на этих выборах Если коммунисты считают, что он представляет и их интересы Мы не против этого Но мы не заключали никаких соглашений с КПРФ Были переговоры лишь о том, какая программа будет на выборах И согласованная программа представлена Хотя коммунисты всю кампанию пытаются перекрасить в свой партийный цвет И это им удалось И это я называю предательством Предательством национальных интересов русского народа и других коренных народов В связи с этим я еще должен обратить внимание на то, что я лично не являюсь каким-либо блогером Или комментатором, которые понабежали в эту избирательную кампанию И пытаются бить себя кулаком в грудь И показывать, будто они имели какое-то значение для выдвижения Грудинина И могут оказать ему какую-то поддержку на этих выборах Этих людей я вижу постоянно Кроме вреда от них нет ничего, никакой пользы Они смущают умы И они не понимают, что выборы это политическое действие А не избрание себе какого-нибудь очередного кумира И не присяга ему, хотя этой присяги он и не просил Есть политически обусловленная поддержка И если условия не выполняются, то исчезает и поддержка Я не блогер Я являюсь ученым Ну иногда называют это политологией Хотя на самом деле это политические науки Я специалист по политическим институтам, процессам По этнополитике, по русскому вопросу И целому ряду еще других вопросов В частности и по политической мифологии То, что связано с созданием политических образов И проведением выборов Я знаю, как проводятся выборы И я изнутри увидел, что выборы Павла Грудинина Целиком и полностью торпедированы лицами Которые поставлены на управление штабом КПРФ Несмотря на то, что предварительные договоренности В том числе с самим кандидатом Предполагали паритетное участие в его кампании Как коммунистов, так и национал-патриотов Мы никоим образом коммунистов не ущемили Но нас ущемили таким образом Что следует говорить не только о саботаже Но и об измене Кроме того, что я являюсь человеком компетентным Который знает, как проводятся выборы И как формируются политические субъекты Я являюсь лидером партии Великой России Которая является, в свою очередь Одной из ключевых структур Которая входит в ПДС и НПСР ПДС это постоянно действующее совещание В личном качестве в это совещание И также несколько наших соратников Входили и в этих совещаниях участвовали И мы поддержали процесс выдвижения Согласованного компромиссного лидера Коль скоро компромиссного Значит на основе определенных договоренностей Соответствующие договоренности Выражены в обязательствах Подписанных Павлом Николаевичем Грудининым Эти обязательства По ряду причин не выполнены Некоторые считают, что они не выполнены Частично или в основном Или в некоторых пунктах В том числе и среди моих соратников По партии Великая Россия Я считаю, что они не выполнены целиком В связи с ситуацией, которая сложилась на выборах Которая делает шансы на победу ускользающими Партия Великая Россия провела Расширенное совещание Национального совета Национальный совет – это структура управляющей партии Вместе с председателем партии То есть вместе со мной Там высказаны были весьма жесткие характеристики В отношении КПРФ и избирательного штаба Подавляющее большинство из тех, кто собирается голосовать Это не коммунисты Не коммунисты И мы рассчитывали на кампанию Которая будет направлена именно на не коммунистов Но коммунисты сорвали этот сценарий И превратили избирательную кампанию В свою чисто партийную После довольно энергичных обсуждений Нами принято заявление Которое было написано мной Многие поправки были внесены моими соратниками Вот итоговый текст, который я читаю В связи с проведением избирательной кампании По выборам президента Российской Федерации От имени партии Великая Россия Заявляем Первое. Выборов в Российской Федерации никогда не было Разграбившая страну бывшая партийная номенклатура Продолжила прежние традиции КПСС Имитируя народное волеизъявление И формирование власти на выборах В действительности граждане не имеют никакого выбора Право на участие в формировании выборных органов власти У них отнято А итоги голосований тотально фальсифицированы У власти находятся государственные преступники Вся деятельность которых направлена на личное обогащение Уничтожение народов России И суверенной российской государственности Второе. Приняв участие в подготовке программы Народного правительства, формирование народного правительства И выдвижение народного кандидата в президенты Активисты партии Великой России Внесли существенную Как в проведение двух съездов Национально-патриотических сил Так и в работу штабов в центре и на местах Тем не менее Эта работа не дала необходимых результатов В силу тотального саботажа Со стороны руководства КПРФ Подменившего выборы народного президента Своим партийным пиаром Национал-патриоты в своем большинстве были оттеснены От проведения предвыборных мероприятий Лишены возможности пропаганды русской национальной идеи Тем не менее Мы продолжаем использовать все имеющиеся возможности Вместе с тысячами самодеятельных партизан информационной войны Третье. У Грудинина не было возможности В полной мере выполнить обязательства В отношении НПСР подписанные им И ставшие основанием для его поддержки В результате русский вопрос Практически полностью исключен Из повестки дня выборов А в круг доверенных лиц кандидата Под давлением КПРФ Попали русофобы и провокаторы Четвертое. Координаторы ПДС НПСР Юрий Болдырев и Владимир Филин Сыграв решающую роль В формировании согласованной программы Народного кандидата И команды народных лидеров В течение избирательной кампании Столкнулись с серьезными препятствиями При отстаивании политической позиции НПСР И не смогли занять подобающее место В штабе кандидата Который оказался захвачен КПРФ И враждебно настроенными К национал-патриотам Леволиберальными группировками Добавлю от себя белоленточными В течение выборов Не проведены заседания ПДС НПСР С обсуждением сложившейся обстановки И публикацией официальных заявлений А также не состоялось Собрание народных лидеров И представление Павлом Грудининым Своей команды Фактически НПСР Как политический субъект На выборах не был представлен Место команды народных лидеров Рядом с кандидатом Заняли случайные, а пароль И враждебные НПСР лица Пятое Несмотря на указанные обстоятельства Участие русских националистов В избирательной кампании Мы считаем успешным Националисты вновь вошли В большую политику Их голос был услышан миллионами граждан Наши идеи вновь признаны актуальными А необходимость объединения Прочувствована обществом Как насущная задача Кроме того, наши усилия Заставили олигархическую власть Вскрыть всю свою агентуру Которая выступила на стороне Путинской олигархии И против национально-патриотических сил От себя добавлю В том числе и в штабах КПРФ Партия Великая Россия Не отказывается от поддержки Павла Грудинина Констатируя при этом Что никаких взаимных обязательств У нас и штаба кандидата нет Вся наша деятельность В избирательной кампании Проходила через НПСР При этом ни наша партия Ни НПСР Никогда не заключали никаких соглашений С КПРФ И не собирались этого делать Обусловив свою поддержку кандидата Исполнением им обязательств Перед НПСР Руководство КПРФ Сделав все, чтобы сорвать Исполнение обязательств Было изобличено В саботаже В прямом предательстве Интересов народа Требующего смены Политического режима По вине КПРФ Упускается Исторический шанс Бескровно Без массовых репрессий Решить вопрос О такой смене Мы не отказываемся От участия В мероприятиях Избирательной кампании Только в том случае Когда национал-патриоты Остаются интегрированными В избирательные штабы И хотя бы в локальных масштабах Влияют на принимаемые решения Павла Грудинина Даже при неисполненных Обязательствах Мы рассматриваем Как единственную альтернативу К коллективному Путину Важнейшим приоритетом На выборах И после них Мы считаем Сохранение и укрепление Контактов Сформированных В рамках НПСР Мы рекомендуем Своим соратникам Отказаться от участия В каких-либо мероприятиях Проводимых КПРФ С целью пропаганды Своей партии Идеология которой Для нас является Враждебной А политическая практика Преступной В то же время Мы призываем Наших единомышленников И сторонников Прийти на выборы И проголосовать За Павла Грудинина Что будет Самым решительным заявлением Личной позиции Против действующего Олигархического режима И актом солидарности Со всеми Кто стремится К тому Чтобы он Прекратил Своё существование Голосование За Грудинина Сформирует Общественное мнение Таким образом Что неприятие Режима Олигархии Станет в ближайшее время Непереносимым Не только для граждан Но и для правящих верхов Мы объявляем О проведении 24 марта 2018 года Открытой конференции Партии Великая Россия С обсуждением ситуации Которая сложится После выборов И с постановкой Задач Для всех национал-патриотов И русских националистов Мы приглашаем Выступить на конференции Павла Грудинина Юрия Болдырева Владимира Филина Елену Рохлину И других А также приглашаем На конференцию Всех национал-патриотов Принимавших участие В выборах В работе штабов Различного уровня Итогом конференции Мы хотели бы видеть Договоренность О формировании партии Национально-патриотические силы России А в основе ее программы Базовые программные Предложения ПДС НПСР И концепцию Национально-государственного Строительства Выдвинутую партией Великая Россия На первом съезде НПСР Впереди сложный период Финальной борьбы Против издыхающего Олигархического режима Период борьбы За русскую Россию Сплочение национал-патриотов Должно добить Этот режим И привести во власть Честных профессионалов Преданных национальным интересам Принято 3 марта В Москве 3 марта 2018 года В Москве На расширенном совещании Национального совета Партии Великая Россия Еще раз подчеркиваю Я не блогер Я не блогер Я не выражаю свое личное мнение Я выражаю политическое мнение И я не уподобляюсь людям Которые меняют свою позицию Моя позиция как была Так и остается Павла Грудинина я узнал только летом Прошедшего года Я не знаю его как участника Русского национального движения Я не знаю его как политика Я доверился только Юрию Юрьевичу Болдыреву Который рекомендовал Грудинина И по сложившимся обстоятельствам Он стал компромиссной фигурой Компромиссным кандидатом Я в течение четверти века Занимаюсь русским вопросом Участвую в русском национальном движении Участвую в руководящих органах Различных организаций Сейчас возглавляю партию Великая Россия Мы не клеили свой лейбл На политических плакатах И не выставляли свою роль В этой избирательной кампании Мы не переоцениваем свою деятельность Но тем не менее Это участие было и остается существенным По крайней мере в рамках НПСР Наша партия представлена Достаточно серьезно И отмечена серьезным вкладом В избирательную кампанию К этому тексту я хочу добавить Еще один документ Обращенный к нашим соратникам И сторонникам Который опубликован На сайте ПДС НПСР Своеобразие этого документа Обусловлено своеобразием ситуации В которой мы находимся Документ называется Штаб партизанскому отряду За Павла Грудинина Предполагаю, что партизанские отряды Это такие отряды Информационной войны И отдельные энтузиасты Подпольщики Которые действуют Вне связи со штабами КПРФ Которые полностью провалили работу Полностью и целиком Я теперь это уже заявляю определенно Так вот, штаб партизанскому отряду За Павла Грудинина Уважаемые соратники Братья и сестры Олигархический режим Делает все для шельмования Народного президента Готовится фальсификация Реальных результатов выборов Приспешники оккупантов Включая проникших И окопавшихся в КПРФ Предателей Делают все, чтобы лишить нас победы А Родину свободы Сегодня на вас Партизанах интернета В существенной степени держится Успех текущей избирательной кампании Способной принести освобождение От олигархов И социальную справедливость Для всех нас Вы уже завоевали Неоспоримое преимущество В боях за политизированную Аудиторию интернета Где от врага очищено До 87% виртуальной территории Однако в реале Большая часть России Находится под огнем Окупационного режима Развивайте успех Смело совершайте рейды На оккупированные территории В неполитизированные интернет-сообщества Ведите агитацию за Павла Грудинина Разъясняйте программу Народного кандидата Рассказывайте о социальных достижениях Руководимого им совхоза Вербуйте сторонников Подрывайте уверенность Во всесилии и непобедимости врага Борясь в интернете Важно выходить в офлайн Разговаривайте с родными Знакомыми Соседями Которым оккупанты промывают мозги Через враждебные телеканалы Специально для них Запишите на свои телефоны Фильмы о реальных достижениях Народного президента Включая детские сады И школу, признанную лучшей в Европе Распечатывайте на домашнем принтере И распространяйте листовки Объясняйте программу Повышения пенсии и пособий За счет национализации Стратегических ресурсов Украденных олигархами Из общенародной собственности Разъясняйте Как нагло врут и шульмуют Народного президента Циничные пропагандисты Покрывающие воровскую систему Помните Что Павел Грудинин Это вероятно Наш последний шанс Бескровно Сбросить Вцепившуюся в горло И сосущую из нас соки Кучу олигархов Истребляющих нас Как народ Враг будет разбит Победа будет за нами Центр Этот текст писал не я Но я его целиком и полностью Одобряю И считаю, что Несмотря ни на какие Предательские, изменнические Саботажные действия Со стороны руководства КПРФ Мы должны продолжать борьбу Мы должны прийти на избирательные участки И собрать максимум голосов За Павла Грудинина Чтобы по максимуму Компенсировать те фальсификации Которые власть уже заготовила И компенсировать тот вред Который нанесен Лично Геннадием Зюгановым И собранными им негодяями В штабе КПРФ Который действует Только во вред кандидату Во вред избирательной кампании Я приведу такие примеры Конспективно Чтобы вы знали Кому кто уже знает Может дальше ролик не смотреть Вот смотрите Газета Правда Газета Правда Со всеми этими вот Орденами Которые были и в прежние советские времена Это партия Это газета КПРФ Само это название отталкивает Подавляющее большинство людей Которые знали в прежние годы Что газета Правда Это ложь Сплошная ложь Коммунистического режима И теперь эта ложь продолжается Вот этой публикацией Вот этой фотографии Где кто главный Конечно главный Зюганов И главный Главное Это красный цвет Павел Грудинин Президент которого ждут Конечно Дальше идет обращение Геннадия Зюганова Все испорчено Хотя внутренняя часть Это 20 шагов Павла Грудинина Вот так покажу Милком Вроде бы все правильно Все хорошо Опубликовали программу Но как скунцы Пометили ее Коммунистической символикой Тут и фотографии Ленина Тут и вся эта Коммунистическая шобла Извините Выставленная Красные знамена Кругом с серпастыми Молоткастыми Символами Дальше все правильно Павел Грудинин Все правильно Павел Грудинин Хорошая иллюстрация Но обязательно надо Как скунцу Пометить Вот этой вот Вот этим вот Символом КПРФ Все о КПРФ Все о КПРФ И ничего о кандидате Вот так Так они действуют Вот другие Другие материалы Но вроде бы все хорошо Все хорошо Вот такая листовка С одной стороны Замок Олигарха С другой стороны Детский сад Совершенно чудесный Совершенно чудесный Детский сад Построенный Павлом Грудининым И его сотрудниками По совхозу Но с другой стороны Они нам предлагают Красного директора Нам не нужен Красный директор Нам нужен Общенародный Кандидат И народный президент Народного президента нет Есть партийный президент Мы переворачиваем Эту страницу И вот что мы видим Мы видим сплошную красноту КПРФ Выберем красного директора Народным президентом Красный директор Не может быть Народным президентом Он может быть Только партийным президентом Что и постарались сделать Коммунисты Из кандидата Который перестает Быть избираемым Если он красный директор И если он Только от КПРФ А листовка Только от КПРФ Дальше Буклетик такой Вроде бы внутри Биография Грудинина Написано Безобразно Но все-таки Хоть какая-то информация Дальше О совхозе имени Ленина Хорошо Фотографии такие Почти фантастические Люди смотрят И думают Наверное Это все Не из нашей реальности Из нашей И такая реальность Может распространиться На всю страну Если у нас будет Народный кандидат Но мы переворачиваем Этот буклетик И видим Что кандидат С точки зрения КПРФ Не народный А их партийный Красный С серпом и молотом КПРФ Ничего больше На это потрачен Весь избирательный фонд Весь счет Который наполнялся Не только КПРФ И если КПРФ Пожертвовал На избирательную Компанию То это средства Избирательной Компании А не КПРФ Но коммунисты Руководство КПРФ Решили Все заляпать Вот этими символами Все залить Вот этой красной краской И люди Которым Раздают на улицах Вот эту продукцию Они просто шарахаются В сторону Вы что нам Хотите предложить Вы хотите предложить Сменить одну партийность На другую Одну олигархию На другую А ведь действительно Руководство КПРФ Это олигархи Это олигархи Посмотрите на эти шайки Они такие же Разъевшиеся Такие же мясистые Как у тех Кто сидит В администрации Президента Или сидит В правительстве Или на должностях Губернаторов Они просто Хотят сменить Одних негодяев Другими Вот что такое Предательство КПРФ Ну и тут еще На закуску Путинский Такой я случайно Обнаружил В почтовом ящике Это нарушение Избирательного законодательства Видите Вот написано Путин Что там дальше Что там дальше можете И не разобрать Написано Путин Президент А компания по окнам Континент Вот в компании Континент Никогда не заказывайте Никакие окна Потому что Они опираются на тезис Путин президент Они не окнами занимаются Они занимаются Предвыборной пропагандой Которая Запрещена По законам Здесь нет никаких Выходных данных Никаких тиражей Ничего Ничего Я уверен Что это сделано Сведомо Штаба Путина Ну Это мелкое нарушение В сравнении С триллионами Долларов Которые украдены У нашей страны Вывезены за рубеж И превратились В частные Активы Олигархов В сравнении С тем Что страна лишена Суеренитета В сравнении С тотальной ложью Которая Была воплощена В президентском послании Последнем Которое Я надеюсь Что самым последним С которым выступил Путин Или лицо С такой вот Расплывшейся В блин Физиономией Натыканной Ботоксом Вот такая у нас Избирательная Компания Мы сражаемся На два фронта С одной стороны Это враждебная Всему русскому Власть Или то что Называется властью На самом деле Это просто Самозванцы Негодяи Преступники Изменники С другой стороны Негодяи Преступники Изменники В штабе КПРФ Которые Стремятся к тому Чтобы Грудинин Ни в коем случае Не победил Я бы хотел Чтобы мы все Изумили этих Изменников Пришли на выборы Проголосовали за Грудинина И Грудинин бы победил Но нас плохо Слышат Даже те Кто вроде бы Нам Нашей позиции Симпатизирует Нас плохо Слышат Национал-патриоты И националисты Которые почему-то решили Что бойкотом Можно решить Какой-то Хоть какой-то вопрос Много раз Мы пытались Призывать к бойкоту Где вы были Господа Вас не было Вы только сейчас Проснулись Видимо под влиянием Путинской пропаганды И путинских троллей Вы решили Теперь стать Противниками выборов Хотя всегда На эти выборы Ходили И никогда не слышали Наших призывов О бойкоте Я говорю О ПДС НПСР И о нашей партии Великая Россия Которая несколько раз Проводила кампании За бойкот выборов Которые фальсифицированы Но там не было Ни одного Нашего кандидата Сейчас есть Поэтому бойкот Непродуктивен Нас плохо слышат Те кто считает Свои взгляды Левыми Коммунистическими Они считают Что мы как божеству Должны поклоняться Павлу Грудинину И любое сомнение В нем В подлинности Его намерений В его квалификации В его понимании Ситуации Является Вот они нас Считают предателями Мы же считаем Мы же считаем Что они Как минимум Люди Неумные Или даже Безумные Потому что Они хотят Замкнуться В секту Свидетелей Павла Николаевича Грудинина А тех Кто сомневается В том Стоит ли Идти на выборы Они не то что Не агитируют Они отталкиваются От себя Говорят Мы любим Грудинина А вы его Недолюбливаете Значит вы никто Политика Это не отношение Любви Политика Это прагматические Отношения По реализации Определенных Идей И определенных Программ У нас есть идеи У нас есть программа Есть программа Которая согласована С Грудининым И мы за эту Программу Его поддерживаем И за то что За спиной у него Стоят люди Команда народного Правительства Которая и должна Войти во власть Если этого Не будет сделано Это будет Нарушением Тех обязательств Которые были приняты До сих пор Эти обязательства Не реализованы В связи с Тотальным Саботажем КПРФ Тотальным Я подчеркиваю Это предательство Не должно Скрыться от людей И мы знаем Кто действует Против Грудинина Самым интенсивным образом Это коммунистическая Партия Российской Федерации Во главе с Зюгановым А также целым Шлейфом Партийных бюрократов Интегрированных В нынешний Политический режим Под видом Оппозиции Это никакая Не оппозиция Это изменники Нашему делу Это враги Грудинина Враги его сторонников И изобличая их Мы стремимся К победе А кто считает Что изобличать Предательство Это некий Раскол Или какие-то Обиды Те нам Не друзья Не соратники А безумцы Которые тоже Действуют На стороне Нынешнего Политического Режима Нам же Русским Людям Надо использовать Каждый Момент Для того Чтобы Стать Политическим Субъектом Для того Чтобы наши Организации Участвовали В политике Как в официальной Так и в неофициальной Нам нужно Сплачивать Наши ряды Создавать Единую партию Национально-патриотические Силы России Нам нужно Проводить Русскую идеологию В средства Массовой информации И тогда будет Русская власть Россия Русскую власть